Здраво будьте, люди добрые! Добро пожаловать на наш волшебный канал «Сказы Котаба Юна». Я приглашаю вас в удивительное путешествие в мир наших древних традиций. Дело в том, что мы вернулись из Светоча, а это земля Древней Тавриды, где в этнокультурном центре «Светоч» доктора Валерия Владимировича Синельникова мы вот уже который год проводим открытый славянский университет. И знаете, мы тоже не стоим на месте, мы растем, наш канал развивается. И теперь перед следующим открытым славянским университетом вы сможете здесь получать образование. Вообще у нас планируется много образовательных программ, которые будут идти в прямом эфире. И таким образом мы получим возможность нашего взаимодействия, сотрудничества. Я буду понимать ваши вопросы, отвечать на них. И вот сейчас мы открываем такой цикл целой передач, которые расскажут о том, что же было в Светоче 2018 года. Хочу сразу сказать, очень интересно, у нас там в Дубравушке, а это молодежная такая наша лагерь, была в Дубравушке молодежная редакция сообразовалась. И поэтому некоторые материалы делали сами ребята. Я надеюсь, что это получит продолжение, и «Сказы кота Буина» будет им еще иметь свою молодежную редакцию, которая будет растить в талантливых журналистах, молодых, честных ответственных. Было замечательно, хочу вам сразу сказать. Как всегда, встречали каждое утро, ладили друг с другом, объединялись в потоке получения знаний. Ольга Александровна читала удивительно интересные лекции и ознакомила с обрядом Коши. Проводились обряды, Олег вел обряды, суровар вел, и Виталий проводил всех на Сварожном кругу. То есть колосвет был светочек, колосветочек. Это начинается наш поход. Я, как кот воюн, иду с нашими Дубравичами. У меня в руках вот эта сумка. Если мне будет тяжело, они меня посадят в эту сумку и донесут до водопада. Леший, он любит, чтобы к нему в лес заходили обязательно с правого. То есть главные слова. Здравствуй, хозяин леса. Здравствуй, хозяин леса. Мы пришли к тебе с миром. Мы пришли к тебе с миром. Посмотрите, пожалуйста, какие огромные растения, листья. Это обычные листья. Наши звезды-звезды-великаны, Наше дыша-небо-голубое, Наше счастье-жить одной судьбою. А это нам волчать и радости. Запах свежей скошенной травы. Он напоминает мне родной сенокос. Это очень здорово. Начинается большая игра. Раз, два, три. Так, чье-то крутится. Это красное. Вот оно. Это мое. Ну все, ты победила. Очень. Выходишь сюда, иди сюда к нам, ко мне. Я хочу вам напомнить одну такую сказку, Присковску, мудрость, которую вы все знаете. Что если мы, каждый из вас, прутик, да, То по одному прутик переломить очень легко. А если прутики будут все вместе, То веник уже переломить невозможно. Давай. Тебя забыли. Поздравляю. Занятие по рунической письменности. Судьбу определяют Дубравичи. Они вот. Ну, наконец-то. У нас уже прошло много действий, И завтра будет большое народное действие, Посвященное Дождь Богу. Теперь молодежная редакция. В этой передаче мы вам расскажем абсолютно все О нашей Дубравушке. Что вы чувствуете, когда выступаете на сцене? На сцене я всегда чувствую душ. Поснимаю! Все, поснимаю! О Дубравушке! Все машем рукой! Но я не пойду! Ну, вы прекрасны! Нет! Что-то ты для себя почерпнул. Водопад. Водопад. Что еще тебе понравилось? Горы. Горы. Добрый вечер, мои дорогие юные лодичи. Добрый вечер! Небо голубое высоко, я еще девчонка лет пяти, И радость моя поет, и счастье мое летит. Бабушкины сказки про любовь и отвагу, Где добро и правда белый свет в берегу. Еще солнышко не зашло, а мы уже собираемся, чтобы его славить. Предком добыто! Предком добыто! Предком добыто! Предком добыто! Предком добыто! Предком добыто! Вместо того, чтобы есть, делайте какие-то изделия, понятно? Из еды. А, то есть, понятно, это запасы на голодный день, да? Да, это если вот хочется покушать, то да. Это урок для меня, а я уже повторю. Докально. В течение многих тысяч и миллионов лет, Они накладываются один на один, один на один, И находятся горизонтально. Набирали воду, и несли домой в полном молчании, Нужно было не сказать ни слова. И это называлось молчальная вода. И когда приносили ее домой, Тогда на нее что-то наговаривали. На любовь, на богатство, на счастье. Звучит в тварине песнь воды В лесах Ну, похоже на, знаешь, млековое чудище. На кого? Не на чудище, но похоже, короче, на двух этих гигантов. Властелин колец. Как их называли? Как называли властелин колец, которые живые деревья. Я забыл. Дорогие телезрители, а как звали? Пишите в комментариях. Да, 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 рассылочка и сделайте в это. Идем двигайте. Здрава! Новолуния, мне кажется, я начинаю превращаться. Еще, кот-боюн. Еще, еще. Все, вы меня сейчас теряете. Нет, кот-боюн, нет! Я! Идет спасательная операция. Спасают лягушат. Для того, чтобы эти лягушата не высохли на камнях. Они будут переведены в озеро. Спасенные лягушата. Дальше будет следовать продолжение. То есть, это целый цифр передач по открытому Славянскому университете в Эднокультурном центре «Светоч» доктора Валерия Владимировича Синейникова, где Эднокультурный центр «Голосвет» под руководством Ольги Александровны Торуповой осуществляет свою замечательную программу по передаче знаний по созданию пространства, наполненной нашим исконним мировоззрением. Благодарю вас. Не забывайте подписываться на наш канал, делать вот так вот, звоните сильно в колокольчик, чтобы получить ответы на все интересующие вас вопросы. Ваш кот-боюн. Субтитры создавал DimaTorzok